Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Турфирмы научат работать с иностранными гостями. Уроженец Самары Антон Котяков назначен министром труда и социальной защиты Российской Федерации. Такой приказ подписал президент Владимир Путин. Документы размещены на Kremlin.ru и вступил в силу. Антону Котякову 40 лет, он родился в Куйбышеве. Его карьера началась в Департаменте управления финансами администрации Самарской области, где он дослужился до руководителя. С 2007 по 2012 годы руководил Департаментом исполнения областного бюджета и отчетности этого министерства. Следом возглавил Управление совершенствования функциональной деятельности ФК РФ. На этой позиции пробыл около двух лет. В 2014 году занял пост министра финансов Московской области. А с января по май 2017 работал в должности министра экономики и финансов столичного региона. В мае 2017 был утвержден заместителем министра финансов Российской Федерации. И сегодня же стало известно, что Александр Хинштейн тоже пошел на повышение. Его назначили председателем Комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Государственной Думы. Сообщает депутат в своем микроблоге в Твиттере. Ранее должность председателя Комитета занимал Леонид Левин, но он перешел на работу в федеральное правительство. 70% россиян считают, что стране нужен закон о домашнем насилии. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Соответствующий законопроект, опубликованный на сайте Совета Федерации, сейчас проходит общественное обсуждение. Сегодня о нем говорили в Самарской губернской думе. По мнению общественников, в нынешней редакции документ нуждается в доработке. Олег Зверев подробнее. Пока это только законопроект, но документ уже вызвал широкий общественный резонанс. Сейчас нынешняя редакция предложенного федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия проходит публичное обсуждение. Сразу две общественные комиссии, Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике и Комитета по труду Самарской губернской думы собрались, чтобы высказать свое мнение. Данный законопроект не внесен в Государственную думу. Данный законопроект еще не подготовлен. То есть, как мы называем, это идет нулевое чтение. Оно очень важно, потому что мы должны, во-первых, а, услышать мнение общественности, б, мы должны понимать, как будет этот правоприменительная практика данного законопроекта, и, в, мы, конечно, должны принять решение, в какой форме будет выдан этот законопроект. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте Совета Федерации. Мнения сразу разделились. Первые считают, что необходимо остановить жестокость, с которой сталкиваются люди, живя под одной крышей с агрессивным домочадцем. Их оппоненты считают, что все нормативные документы уже приняты. Необходимо только, чтобы все силовые ведомства строго следили за исполнением закона. В частности, против выступают религиозные конфессии. Патриарх московский Евсея Руси Кирилл заявил в рождественском интервью, что закон недоработан. Огромное количество разных НКО могут вторгаться в жизнь россиян и заниматься регламентацией их семейных отношений. Но что это такое? Там даже не прописано, какие некоммерческие организации могут этим заниматься. То есть вообще любые. Я как бы не согласен, чтобы в семью вторгались непонятные люди, возможно, с которыми я не буду согласен по принципиальным моментам. По окончательной редакции закона, по мнению депутатов и общественников, должны быть учтены все мнения. Олег Зверев, Василий Калдашов. События. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля с ребенком в кенере. Напомню, 20 января утром неизвестный угнал автомобиль ВАЗ-2110. Позже, по информации МВД, злоумышленник обнаружил, что в салоне машины находится 4-летний мальчик и высадил ребенка возле продуктового магазина, сотрудники которого и обратились к полицейским. Мальчика передали родителям. По информации следователей, заведенный автомобиль вместе с ребенком около здания школы оставила жительница Кенеля, которая повела старшего в школу. В машине были также ключи и документы. По факту произошедшего, следователи проводят проверку. Пропавшую машину нашли недалеко от места проживания задержанного. Им оказался житель Волжского района, 96-го года рождения. Экс-глава СовЖИ Риналь Мизитов предстал перед судом. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и в мошенничестве. Вместе с Мизитовым судят директора строительной компании Евроальянс Евгения Вагнера. Согласно материалам следствия, между СовЖИ и Евроальянсом был заключен договор на снос нескольких зданий. Минстрой перечислил на это деньги, а потом выяснилось, что строения были давно снесены. Кроме этого, Мизитова обвинили в покупке по завышенной стоимости для СовЖИ земель в районе улицы Максима Горького в Самаре. Согласно материалам дела, он приобрел земли за 200 миллионов, а стоили они всего 143. Третий эпизод обвинения – приобретение на невыгодных условиях земель для создания прибрежного парка в Тольятти. В итоге бывшего главу СовЖИ обвиняют в рекордной сумме ущерба областному бюджету – более 339 миллионов рублей. Риналь Мизитов и Евгений Вагнер на суде заявили, что вину не признают. А теперь коротко о других темах дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руководство команды изучает вопрос о возможном ДТП с участием Захарчука. В спортивной среде хоккеист считается самым агрессивным игроком КХЛ. Каждый раз, когда он выходит на лед, с удовольствием размазывает игроков о борт хоккейной площадки. В Сызране, в припаркованной на стоянке у русского рынка автомобиля, обнаружили тело мужчины. По словам очевидцев, автомобиль приехал на парковку около 8 утра. Так как водитель несколько часов не выходил из машины, работники рынка заволновались и, предположив, что мужчине могло стать плохо, вызвали скорую помощь. Приехавшие медики застали водителя мертвым. Им оказался 55-летний местный житель. Выяснилось, что утром мужчина отвез на работу супругу и поехал домой. Видимо, ему стало плохо, и он припарковался неподалеку от места работы жены. Точную причину смерти мужчины установят эксперты. В Самарской области произошло ЧП на Волге. Мужчине стало плохо во время рыбалки, и он не смог добраться до берега. Рыбак позвонил спасателям и сообщил, что находится на расстоянии двух километров от берега. Он почувствовал боли в сердце и добраться обратно самостоятельно не сможет. На поиски для эвакуации отправился экипаж на снегоходе. Пострадавшего доставили на берег и передали медикам, которые уже ждали его на реанимобиле. По предварительным данным у мужчины произошел инфаркт. В Самаре завершились слушания уголовного дела в отношении заместителя старшего судебного пристава отдела судебных приставов Октябрьского района. В июле 2019 года он получил от директора ООО взятку в 500 тысяч рублей. 50 тысяч из этой суммы были купюрами, 450 тысяч – муляжом. Взамен судебный пристав обещал прекратить исполнительное производство по взысканию с ООО задолженности. Суд признал пристава виновным в получении взятки и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в 1 миллион рублей в доход государства. В Тольятти следователи возбудили два уголовных дела в отношении 53-летнего начальника ГБУ Самарской области Самара-Лес. Полицейские установили, что мужчина получил незаконное вознаграждение от двух безработных жителей региона в размере 270 тысяч рублей. За эти деньги он обещал дать разрешение на незаконную вырубку около 150 елок и их продажу на территории Ставропольского лесничества. Уголовные дела возбудили по статье «Получение взятки». Сейчас правоохранители продолжают расследование. Студенческий десант высадился в Самарском отделении ГИБДД. Это всероссийская акция МВД, участникам которой рассказывают о работе подразделений силовой структуры. В этот раз студенты сам ГТУ познакомились с работой регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД Самары. Андрей Горгуленко тоже стал участником экскурсии. Ксения Белова – студент третьего курса политеха. Планирует, что ее будущая профессия будет связана с безопасностью дорожного движения. Девушка и сама опытный водитель. Права уже получила. Теперь, говорит, интересно было увидеть, как это все работает изнутри. Поскольку я учусь на направлении организации безопасного движения, то есть у нас паритет по поделям, то есть мы изучаем условия ГИБДД и все эти аспекты, и это очень интересно. Ксения, как и ее сокурсники, стали участниками акции МВД России «Студенческий десант». Молодым людям провели экскурсию по кабинетам и отделам регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД. Ребята присутствовали на площадке осмотра транспортных средств, увидели процесс изготовления водительского удостоверения, ознакомились с возможностями портала госуслуг, посмотрели, как выдают регистрационные номера. Все студенты, которые сегодня посетили нас, они будущие автовладельцы и будущие водители. Теперь они в курсе, как все происходит, как это устроено, как получать свои официальные документы, отводные транспортные средства или водительское удостоверение. Такой день открытых дверей для студентов сотрудники ГИБДД проводят ежегодно. Закончилась экскурсия товарищескими соревнованиями по армрестлингу. Как и подобает на таких турнирах, закончились поединки дружбой. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Самарская область станет шестым регионным участником федерального проекта «Экспорт туристических услуг». Эта программа направлена на привлечение иностранных гостей в Россию. Сейчас более 70% интуристов принимают Москва и Санкт-Петербург. Растет доля и в Сочи. Теперь развивать будут привлекательность и других городов. С февраля на протяжении года самарские туроператоры будут проходить обучение по приему зарубежных гостей, тестировать свои продукты на международных выставках и семинарах, а также получать государственную поддержку своего бизнеса. Эта поддержка будет не финансовой. Речь идет об обучающих программах, IT-сопровождении, цифровизации услуг, помощи в переводе сайтов и печатной продукции на другие языки. Все это возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы. Результатом станут туристические программы, которые будут конкурентно способны на мировом рынке. Опыт приема иностранных гостей у самарского тур-сообщества уже есть. Туристы, приезжавшие на чемпионат мира по футболу, отметили город как один из самых привлекательных для путешествий. Кадры есть и, конечно, продукты, инфраструктура, которая нам позволяет под стадией аналитики, подготовки туристических продуктов, уже дать тем экспертам, которые из экспертного центра будут работать, самаре фактуру для того, чтобы они уже нам помогли где-то найти партнера, где-то переупаковать тур-продукты, где-то наладить информационный контент для того, чтобы это было доступно именно иностранному туристу. Плыть навстречу здоровью в Южном городе для детей до пяти лет работает аквацентр. Под чутким руководством тренера малыши могут научиться плавать и укрепить здоровье с помощью водных процедур. Сейчас принимают по 15 малышей в день. Мэри Елычан расскажет подробности. По своей специальности Александра Котельникова детский массажист-медик. Оставшись без работы, девушка не растерялась и решила открыть бассейн. А чтобы заручиться финансовой поддержкой государства, представила на рассмотрении специальной комиссии свой бизнес-план. Проект девушки одобрили и выделили на него 60 тысяч рублей. Этого хватило на покупку каркасного бассейна. После чего Александра арендовала помещение, где уже на свои средства сделала ремонт и закупила необходимое оборудование. Сейчас в день аквацентр посещают по 15 детей в возрасте от месяца до пяти лет. Одно занятие длится полчаса. Его проводят опытные детские инструкторы. Есть большие у нас планы на будущее. Это увеличить приток деток в наш бассейн в обязательном порядке. Потому что сейчас детки, конечно, у нас занимаются, приходят с каждым месяцем все больше и больше. Но хотелось бы, конечно, полную запись открыть. Принять на работу новых инструкторов, обязательно квалифицированных, опытных. Чтобы нас не страдало ни в коем случае качество работы. Ну и также получение медицинской лицензии для открытия массажного кабинета. Вот с самого начала немножко хлечут, да, плачут. А потом все хорошо, начинают расслабляться, что-то делать интересное. Адаму Бакееву всего шесть месяцев, и он уже очень любит плавать. Приучают к этому мальчика практически с самого рождения. По словам специалистов, систематические занятия с раннего возраста закаливают ребенка, делают его менее подверженным заболеваниям и стимулируют правильное физическое развитие. Мама Марта Бакеева делится. Открытие нового детского аквацентра рядом с домом не может не радовать. Сейчас мы живем в южном городе один. И я увидела, что здесь открылся бассейн. И прям на радость сразу сюда привела своего самого младшего ребенка. Глава региона и правительства создают условия для развития малого бизнеса в области. На протяжении нескольких лет в 63-м регионе при содействии Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, в муниципалитетах было создано свыше полутора тысяч коммерческих организаций. Поддержка предпринимательской инициативы – это одно из приоритетных направлений работы службы занятости. Данная работа проводится уже много-много лет. Мы оказываем безработным гражданам целый комплекс услуг. Мы тестируем их на предмет выявления способностей предпринимательской деятельности. Мы содействуем в подготовке бизнес-планов. Безработные открывают собственное дело в разных сферах деятельности. Услуг торговли, сельского хозяйства. Общая сумма финансовой поддержки, оказанная органами службы занятости для открытия малого и среднего бизнеса, за последние четыре года составила свыше 80 миллионов рублей. Мэри Илчан, Максим Гусев, События. Вспомнить молодость. Накануне Дня студентов самарские пенсионеры показали, что умеют веселиться и еще могут дать фору молодому поколению. В городском дворце ветеранов для тех, кому за 60 прошел концерт и игровая программа. На праздники побывала и наша съемочная группа. Возраст танцам не помеха. В ритме танго на концерте в канун Дня студентов выступают Евгений Хурин и Татьяна Парфенова. Музыка их связалась семь лет назад. Познакомились на одном из вечеров в Самарском дворце ветеранов. Их творческий тандем хорошо знают в городе. Евгений и Татьяна часто выступают на концертах районных и городских. Признаются, полезное хобби позволяет оставаться в хорошей физической форме и делает жизнь ярче. Для меня танцы – это жизнь. Конечно, тонус поднимается. Все время в музыке, в движении. Естественно, жизнь совершенно другая, чем просто дома сидеть. Концерт во дворце ветеранов подготовили при участии городского общества инвалидов. Творческие номера представляют коллективы из разных районов города. В программе не только танцы, но и любимые песни старшего поколения. Мы действительно попытаемся создать, ну, вот такое, может быть, не столько состояние, как мы были в студенчестве, а именно какого-то праздника и беззаботности. На минутку забыть про все проблемы, какие-то проблемы со здоровьем сегодняшнего дня. А именно жить каким-то хорошим и радостным, что есть в душе каждого из нас. Следующий концерт в Самарском дворце ветеранов пройдет уже 24 января. Он будет посвящен годовщине освобождения Ленинграда от блокады. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События. Когда между реальностью и фильмом стирается грань. В Самаре открылся кинозал в новом формате ScreenX. Новинку протестировал и наш корреспондент. ScreenX – это формат, в котором используются два дополнительных экрана. Они активируются в самые яркие напряженные моменты фильма. В итоге зритель видит панорамное изображение с углом обзора в 270 градусов. Это позволяет полностью погрузиться в происходящее. Кинозал с такой технологией открылся и в Самаре. В некоторых моментах голова погружилась, как будто я реально внутри самого процесса съемок. Мне очень понравилось, и я всем бы рекомендовала пойти. Один из первых фильмов, который увидели самарцы в этом формате – «Плохие парни навсегда». Зрителям пришлась по душе новая технология. В гонке, либо когда камера кружит, на самом деле очень интересное ощущение создается, как будто бы ты находишься там. Испытать новую технологию на большой премьере можно с 23 января с началом широкого проката боевика «Плохие парни навсегда». А с 6 февраля в формате ScreenX мягкий кинотеатр начнет показывать и фильм «Хищные птицы». История о подружке Джокера Харли Квинн. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Пифанов. События. Самарские спортсмены удачно выступают и на российских, и на мировых соревнованиях. Анастасия Павлюченкова выиграла первый матч на австралийском турнире «Большого шлема». Баскетболисты Самары победили в Суперлиге, а футбольные крылья на тренировочном сборе. Андрей Горгуленко расскажет подробнее. Александр Соболев присоединился к крыльям советов на тренировочном сборе в турецком «Белике». Нападающий не полетел с командой сразу, так как был в Москве на переговорах с ЦСКА и «Динамо» по переходу из Самарского клуба. К итоговому соглашению стороны не пришли, Александр пока остается в крыльях, но спрос на игрока все еще большой. Точно во второй половине сезона команде не поможет Максим Канунников. Полузащитник получил травму и будет восстанавливаться по индивидуальной программе. А пока без двух атакующих игроков в первом контрольном матче 2020-м году крылья советов сыграли со Спартаком из Юрмалы. Как и в прошлом году, крылья одержали над соперником крупную победу. В первом тайме счет открыл Дэйн Радонич, до перерыва юрмальцы счет успели сравнять, но вторые 45 минут полностью остались за самарской командой. Егор Голенков, Дмитрий Молчанов и Александр Анюков сделали счет 4-1 в пользу крыльев. Самый красивый из голов на счету Молчанова. Нападающий молодежного состава крыльев отправил мяч в сетку эффектным ударом через себя. Следующий контрольный матч крылья проведут 25 января. Играть Волжанам предстоит с футбольным клубом Богемиан с Прага 19.05. Следить за ходом поединка можно будет на КСТВ. Начало встречи в 18 часов по самарскому времени. В Мельбурне стартовал первый теннисный турнир Большого шлема в этом году. Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова в матче первого круга Австралия на Open обыграла представительницу Сербии Нину Стоянович. Матч завершился за 1 час 12 минут со счетом 6-1-7-5. Анастасия реализовала 5 брейков из 7, сделала 7 эйсов и 3 двойные ошибки. Во втором круге турнира Павлюченкова сыграет с американкой Тейлор Таузенд. Напомню, что лучший результат Анастасии в турнирах Большого шлема четвертьфинал. А вот уроженка Тольятти Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер первого круга. В стартовом матче турнира россиянка проиграла американке Мэдисон Киз со счетом 3-6-1-6. Продолжительность встречи составила 57 минут. Касаткина не совершила ни одного эйса, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 2 брейкпоинта. Баскетболисты Самары возглавили таблицу российской суперлиги. Выйти на первую строчку позволила выездная победа над клубом Химки Подмосковья. Начало матча осталось за волжанами, но к середине стартового периода химчане перехватили инициативу и вырвались вперед. Нагнать хозяев удалось уже во втором периоде, а к большому перерыву самарцы развили и удержали небольшое преимущество – 42-38. В середине третьей четверти хозяева еще пару раз огрызались, выскакивая вперед, но только до ответной атаки самарцев. В концовке же периода волжане вернули себе былой задел. А на старте четвертого игрового отрезка Самара сняла все вопросы об исходе матча. Итог – 99-77 в пользу волжан. Следующие матчи Суперлиги Самара проведет на своей площадке. 28 января она примет ЦСКА-2, 31-го – Купол Родники. Цвет настроения самарских спасателей – желтый. В МЧС подстраховываются и вновь объявляют в Самарской области желтый уровень опасности. На этот раз из-за ветра. Он будет дуть с северо-запада со скоростью до 15-18 метров в секунду. В последующие дни, обещают синоптики, ожидается похолодание. Днем 23 января температура воздуха будет составлять от нуля до минус 5 градусов. В ночь на 24 января будет уже 8-13 градусов ниже нуля. Снег также будет идти. В последние недели в Самарской области было аномально тепло. Синоптики насчитали 12 температурных рекордов. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самары ГИС на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok